Всем привет! Сегодня у нас понедельник и начать трудовую неделю в железном рейтинге я хочу с рассказа о своей поездке на производство компании Pure Protein куда нас с другими блогерами пригласили в минувшую пятницу Таким образом компания хотела показать, что они делают качественный спортпит Но говорить о качестве продукции только на основании экскурсии на производство очень трудно А вот показать вам всю сложность технологического процесса производства спортивного питания Это интересно! Итак, все началось в 9 утра Здесь уже собрались Мария Докучаева-Скирия, Владимир Борисов, Михаил Прогунов Обещают, что будет Валерий Живухин, но посмотрим, пока опаздывают И также будет два победителя конкурса, которые проводили Pure Protein Так и не дождавшись Валерия Живухина, мы сели в автобус, где нам наконец-то рассказали, куда нас везут Производство находится в Систра-Рецке Оно расположено в промышленной зоне Поэтому само помещение, в котором располагается производство, оно небольшое Все это напомнило мне школьную экскурсию в музей Правила были все те же Руками ничего без разрешения не трогаем Вплотную к экспонатам не подходим Слушаемся экскурсовода Только вместо школьников – видеоблогеры Вот она, жизнь блогера Привет, блогер! Привет, блогер! После прохождения паспортного контроля нас ждал небольшой медосмотр и очень подробный инструктаж от стюардессы, точнее экскурсовода Татьяны, помытью рук перед каждым цехом Обрабатываться руки мы будем специальным способом Инструкция, как это делается, висит Мы с вами будем переодеваться Первым делом мы с вами одеваем маску Все волосы убираются под шапку Серьги обязательно тоже либо снимаются, либо убираются Затем мы с вами одеваем халат Стараемся не разговаривать, не снимать маску Когда мы вам разрешим опустить маску вниз Вы там увидите, когда это будет Вы это сделаете Думаете, после этого нас пустили в цех? Не тут-то было Халат, шапочка, повязка, бахилы, перчатки И мы переодевались снова и снова Лично мне показалось раз шесть, не меньше И вот он, наконец-то, экспонат номер один Итак, сейчас мы находимся с вами на территории битнес-кондитерской Одно из основных правил всех пищевых производств – это деление потоков Люди должны приходить в чистую зону отдельно, сырье должно поступать отдельно, готовая продукция должна входить отдельно Это называется планетарные миксы В каждом из них есть, скажем, такой чан из межалейшей стали Вот именно в эту емкость происходит загрузка ингредиентов согласно рецептуре После этого тесто попадает в тестоосадочную машину, где будущие печенья получают свою форму и затем их выпекают Тележка заезжает прямо внутрь и она вращается там, как вы видите А за счет вот этого вращения постоянного печенья оно более качественно выпекается То есть прямо со всех сторон, со всех сторон на него воздействует температура Остывшее печенье помещают в упаковку, куда изначально впрыскивают инертный газ На этом наше внимание сфокусировали особенно сильно в связи с недавним скандалом Газ вытесняет кислород, а как и все знаем, кислород это среда для жизни не только людей, но и других организмов А теперь поговорим с вами о батончиках Да-да, о тех самых батончиках Так вот, их будут делать практически без участия человека, как и полюбившиеся мне джемы Банки попадают сюда, здесь происходит дозирование, дозатором объемного действия Наклеивается мембрана и укупоривается банка То есть персонал не касается больше ничего здесь Кстати, в кондитерском цехе нас ждал небольшой сюрприз Внимание, экспонат номер два – новые батончики Пока их еще дорабатывают, но компания обещает, что в начале января мы уже увидим их продажи Честно признаюсь, не была фанаткой прошлой версии батончиков, но о новых могу сказать только одно Вкусно, на самом деле Ну, а теперь я отвечу на один не заданный вопрос, а один заданный ваш Но если вы думаете, что дегустация помогла экскурсоводам отвертеться от каверзных вопросов, вы сильно ошибаетесь На видео была как раз упаковка казеина, и человек отклеивал наклейку с задней стороны, и там другой состав был Ну, поймите правильно, да, упаковка достаточно дорогая, она заказывается непосредственно под нас Если мы сталкиваемся, любой производитель сталкивается с ситуацией, что есть упаковка, есть продукт, есть спрос, но какая-то информация не совсем корректна Это логично и разрешено законодательством это делать Что касается видеоролика, наверное, просто недостаточно информированность того, кто делал этот ролик, потому что... И без вопросов по поводу недовеса продукта также не обошлось Ну, по поводу недовеса можно сразу прокомментировать Первое. Существует оборудование, которое квалифицировано определенным образом и эксплуатируется, обслуживается, точнее не эксплуатируется, обслуживается, а обслуживается механической службой В состав обслуживания вводит в том числе проверка средств измерения встроенного внутрь оборудования Второе. Второе. Существуют контрольные весы и процесс контроля самими операторами И момент три. Существует и независимая служба контроля качества, которая приходит определенной периодичностью Отбирает определенные количества продуктов на различные виды анализа Как в собственных силами, так и в независимой оператории И масса – это один из ключевых компонентов, на которых происходит контроль и проверка Кстати, пара слов про путь, который проходит протеин на этом производстве Сначала сырье со склада поступает в вибросита, где проходит очистку Затем происходит процесс смешивания, и полученные смеси по специальным трубкам попадают в дозаторы, через которые оператор и наполняет пакет готовым продуктом Ну а о контроле веса мы уже говорили Затем пакеты формируют в партии и отправляют на склад Склад у компании, что неудивительно, огромный Это тоже отдельный экспонат Здесь хранится и сырье, и готовая продукция Производство всегда работало, продолжает работать сейчас Будет работать в перспективе, строго под заказ То есть мы не работаем на склад, в том плане, что просто забиваем полки Мы так не делаем Мы производим продукт строго под заказы И чуть-чуть небольшой запас держим всегда на случай таких Итак, какой вывод я могу сделать по своей экскурсии? Во-первых, экскурсия мне очень понравилась Не могу сказать, что производство компании меня поразило масштабами Там все было ровно так, как должно быть на современном пищевом производстве Гораздо больше, чем механизмы, меня поразили люди Было видно, что они с душой относятся к тому, что они делают И близко к сердцу принимают любые претензии в адрес продукции И нужно дать должное представителям компании Pure Они ответили на все, даже самые трудные и неприятные вопросы Вот такая экскурсия у меня получилась Ну а с вами я не прощаюсь Мы увидимся в нашей группе ВКонтакте Но знаете, я внимательно читаю все ваши комментарии Хотите быть жесткими? Будьте жесткими Хотите критиковать? Критикуйте Но без мата и личных оскорблений И все будет окей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!